И познавательно, и увлекательно, что могут предложить искушенным туристам города и районы нашей области. Весь свой потенциал они представили сегодня на втором областном туристическом форуме. Он прошел в Кенишемском районе. Участники рассказали, но сначала показали, чем готовы удивлять публику. Обо всем подробнее расскажет Кристина Ланенкова. Ивановский край может удивить и покорить самого взыскательного туриста, уверены участники второго областного туристического форума. Чем богаты, показали на выставке. Здесь и хлеб, и зрелище, изделия народного промысла и деликатесы. У каждого участника своя мини-презентация. У меня организован проект «Один день деревни». То есть турист, попав на территорию Решмы, он посещает монастырскую территорию, монастырь XIV век. Он посещает музей школьный. Также мы с любви есть. Ну а после экскурсии гостей почуют пельменями. Их, кстати, они должны сделать сами. А вот южане знакомят туристов с другими сельскими радостями. Откуда у нас приезжают туристы? Чаще всего из города. Из города огромного, где шумно, суета вокруг. Им хочется тишины и покоя. А мы их приветствуем в нашей глубинке. Мы не боимся слова «провинциальный город». Он тихий, спокойный, размеренный. И, конечно же, они приезжают для того, чтобы отдохнуть от суеты, козу поучиться доить. У нас даже есть такая программа. Раз приехал ты в деревню, научись доить козу. В каждом районе маршрут разрабатывается с учетом местных достопримечательностей – природных, культурных или исторических. О них подробнее рассказали уже на самом форуме. В регионе есть экскурсии по святым местам, спортивно-развлекательные программы и даже гастрономические туры. Гостей кормят различными деликатесами, устраивают кулинарные мастер-классы. Особой популярностью пользуются сельские гостевые дома. Их в регионе более 70. Перед организаторами форума была поставлена самая главная задача – это презентовать туристический потенциал нашего региона. Мы подготовили новые туристические маршруты, которые должны стать брендовыми. Как я уже сказала, что Министерство культуры сформировало комитет по импортозамещению в туризме, и мы эти брендовые маршруты будем представлять экспертному сообществу, для того, чтобы мы вошли в туристические маршруты по Российской Федерации. Чиновники уверены, развивать туристическую отрасль региона просто необходимо, интерес к ней есть. С каждым годом количество туристов увеличивается, но рост невелик, всего на 6%. И пока лидирующие позиции уже несколько лет удерживают плюс, хотя другие малые города области тоже могут предложить увлекательные экскурсии или тихий размеренный отдых.